Джокер. Один из любимых персонажей как среди читателей комиксов, так и среди кинозрителей. Принц-клоун преступного мира, вечный противник Бэтмена, прочно занял свое место в поп-культуре. Несмотря на то, что на экране его можно видеть аж с 1966 года, а в комиксах и того раньше, с 1940-го, прошлые персонажи создатели толком так и не раскрыли. Нам неизвестно настоящее имя суперзлодея, а все, что было озвучено, является псевдонимами. Что касается кино и телеэкранов, то мы уже могли видеть несколько вариантов Джокера, похожих, как ни странно, на разные варианты этого персонажа в комиксах. И вот, наконец-то, персонаж дожил до своего титульного сольного фильма. Хальгидро, дорогие друзья, меня зовут Илья Финт, и это мой обзор на фильм Джокер. Сюжет повествует о неудачливом комике Артуре Флейке, который живет в Готэме и работает в маленьком праздничном агентстве. Он мечтает о карьере стендап-комика, однако он вызуден ухаживать за больной матерью, да и к тому же он сам нездоров. У него иногда случаются приступы нервного смеха в моменты волнения, и он принимает кучу лекарств, а также ходит к терапевту. Не могу сказать, что было бы большим преступлением раскрыть вам сюжет полностью, но, пожалуй, не буду. Просто, как ни странно, основной достоинством фильма вовсе не в сюжете. Главный герой представляет собой сломленного жизнью молодого еще, в общем-то, человека, а надо сказать, что обстановка в фильме соответствующая, рассвет безработицы. Однако Артур вместо погружения в ныне решает пойти альтернативным путем, причем настолько альтернативным, что, если честно, это пугает. Вообще, удивительно, но Хокинг Феникс действительно смог воплотить на экране настолько правдоподобный образ психа, именно не киношного, а как будто бы это твой сосед. Да, немного чудноватый, но вроде бы безобидный парень, ухаживающий за больной матерью, что иногда становится страшно смотреть. К тому же авторы решили не отступать от титульности роли и поместили Джокера в каждую сцену фильма. Есть в этом что-то нуарное. И это оказался тот самый редкий случай, когда игра актера идеально вписалась в сценарий фильма, и при этом фильм весь сложился в такой, знаете, интересный пазл. И при этом на выходе получился совершенно уникальный продукт. Это тяжелый драматический фильм, который не имеет ничего общего с современными кинокомиксами. Конечно, у многих из вас может возникнуть вопрос, а в чем же исполнение Джокера лучше? Я отвечу на это в конце видео. Что касается фильма в целом, то это добротная драматическая картина. Местами тяжелая, местами жестокая, но на самом деле отлично разбавляющая плеяду современных кинокомиксов. Пожалуй, самый большой минус этой картины, что как-то ну не такой ожидаешь вообще от картины с названием Джокер. Все-таки кинокомиксы последних лет приучили нас к определенному формату. И да, режиссер Тодд Филлипс изначально говорил, что не собирается снимать кинокомикс. Ему было интересно поработать именно с личностью Джокера и снять не супергеройский, не злодейский и не комиксовый фильм. И поэтому, да, я понимаю тех, кто бомбил, что, мол, это кто угодно, но не Джокер. Но с другой стороны, почему нет? Почему у одного из самых необычных комикс-персонажей должен быть привычный современному зрителю кинокомикс? Ну а теперь я отвечу на вопрос. Джокер в чем исполнение для меня номер один? Это Марк Хамилл, актер озвучки. Его голосом говорит Джокер в мультсериале 90-х, полнометражных мультфильмах и видеоиграх серии Arkham. Да простят меня поклонники кино. Все-таки Джокер это не только киноперсонаж. Впрочем, если вы со мной не согласны, то пишите свои возражения прямо тут, в комментариях на ютубе. Ну и не забывайте, конечно же, про лайки и дизлайки. А с вами был Илья Финт. Всем приятного просмотра и пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!